доброе утро уважаемые подписчики с вами опять мистер хал и в этом видео я хочу затронуть очень такую интересную тему о которой кстати многие просили меня записать опять видео кстати у меня есть старые видео где записывал кошельки которыми я пользуюсь но это видео будет посвящено непосредственно кошельку bitcoin и тому кошельку которым пользуюсь я именно bitcoin кошельком значит видео назову как пользоваться bitcoin кошельком с которыми вам предстоит столкнуться во время работы с биткоином первый вопрос где скачать кошелек вернее каким кошельком пользоваться друзья вы можете пользоваться ну любым кошельком вот у меня на экране открытой сайт который предлагает это официальный сайт название bitcoin.org и на этом сайте вы можете посмотреть список всех вообще имеющихся сегодня кошельков кошельки разные да они основываются качать на компьютер каждый кошелек по-своему интересен тут кошельки есть как на мобильные устройства так на компьютере просто онлайн кошельки но я в свое время выбрал один кошелек которым я пользуюсь и по сей день и он меня вполне устраивает я себя чувствую вернее я знаю что мои деньги в полной безопасности ну значит это первое дам первое место он занимает первую по списку естественно bitcoin core bitcoin core это официальный кошелек криптовалюты bitcoin который я рекомендую устанавливает ну всем тем кто уже серьезно занимается майнингом либо инвестирую до bitcoin либо торгует этой криптовалютой качаем здесь ссылку этот сайт который вы сейчас видите перед собой я дам в описании под этим под этим видео в общем качайте его тут все очень просто устанавливайте дальше очень важно сейчас самое главное когда вы запустите свой кошелек первым делом что будет это синхронизация сетью синхронизация сетью происходит в течение четырех-пяти дней зависимости конечно какой у вас компьютеры какой у вас интернет но среднем около двух-трех дней стоит подождать и ну если например вы не хотите у вас нет времени либо вы уезжаете куда-то ничего страшного закрываете да и при открытии кошелька начнется синхронизация с того же самого момента где она и закончилась второе самом начале перед установкой вам предложат программа выбрать место до куда будет установлен весь этот кошелек то есть все блоки все транзакции которые были сделаны сзади с 2009 года они будут установлен установлены в одну определенную папку я выбрал для этих целей у меня есть три диска на компьютере я выбрал жесткий диск меня он е и установил так и написал bitcoin история да здесь в этой папке самые главные это валит дат конечно но в целом если вы устанавливаете не устанавливать им свой bitcoin на диск c потому что не дай боже что-то произойдет она обязательно рано или поздно произойдет с вашим компьютером что-то случится там навернется материнка да вообще что-то там погорит при установке windows а вы просто как бы устанавливаете ну кошелек опять же например созрёте в этом же папке диски папку новую история да и копируйте туда все эти файлы я бы конечно рекомендовал вам купить еще флешку вот у меня есть флешечка таши бы на 32 гигабайта конечно этого мало 32 гигабайта уже не хватит для того чтобы записать все транзакции которые произошли за эти сколько семь лет да но если вы запишите хотя бы вот на валид дат да вот эти основные кроме блоков до блоки занимает у нас вот 59 гигабайт занимает у нас база хранимая до всех транзакций всех блоков в общем это первое да это таким образом вы обезопасите ваши финансы если у вас они там конечно есть ну даже если у вас их там мало либо нет все равно вы должны это на будущее знать что не устанавливайте свой кошелек на диск c она какой-то другой диск и обязательно храните резервную копию на флешке эту флешку храните не знают в яйце яйцо и храните где-то в шкатулке шкатулки храните в желудке кощей бессмертного ну и как то так собственно как пользоваться кошельком ничего сложного здесь нет увидите сейчас открыт у меня кошелечек мне удобно получать с каждого сервисом отдельного то есть и вернее мне удобно делать на каждый сервис отдельный адрес кошелька то есть на генезис майнинг у меня есть свой номер кошелька да на гига хэш свой на хэшнесс свой хэш флайер свой я подписываете все очень просто например там правка да и вы пишите там 5 4 адреса свои ключи кошельки сейчас покажу вам есть такая тема как например сейчас зайду ладно возьму просто скопирую кошелек 1 до отправить например один и смотрите здесь визу есть такая кнопочка появилась в последней версии как комиссия в целом комиссия идет обычная можно ее ускорить то есть обычно комиссия забирает ну вот например за один миллион за передачу 1 миллиона затор забирает сегодня 18000 саташ да она увеличилась ножка эта комиссия но это такая цена вы можете сделать нажать на кнопку выбрана и в целом комиссия будет у вас от там не 18 уже где-то шесть-семь тысяч ну так ваши транзакции будут в течение там ну вот двух до двадцати четырех часов то есть если вам не горит переслать деньги если вам нужно там но не срочно примерно свою какую-то там на какой-то свой онлайн кошелек переслать бабки вы можете попробовать нажать выборочно да если вам нужно например деньги вывести либо срочно на какую-то биржу закинуть bitcoin то рекомендую нажимать именно первую галочку ставить да где рекомендовано ну друзья на этом все я думаю вы разберетесь уже во всех этих тонкостях как пользоваться кошельком сами поэтому подписывайтесь на мой канал не забываем ставить лайки и ждите новых виде новые видео потому что сегодня будет как минимум еще два новых видео очень тоже полезны как по мне и эти видео будут ответы на вопросы опять же моих подписчиков все всем спасибо всем пока